Всем привет-привет, с вами я, Нелайк, и сегодня я, наконец-то, выпустила видео. Да, спустя столько много времени, я, наконец-то, выпустила видео. Хочу объяснить, почему не было столько долго времени видео. В общем, я на какой-то момент вообще перестала играть в Адовми, я больше играла в Мардер Мистери 2. Плюс у меня не было времени, чтобы делать видео, потому что у меня школа. Сейчас я постараюсь выпускать видео через день. А ещё, наверное, вы спросите, где же мой основной скин, которым я всегда снимала видео? Вообще, ребят, я буду снимать в этом скине, временно, я думаю. Потому что дело в том, что этот скин, который я до этого снимала, он мне попросту надоел. Ну, мне уже неинтересны такие скины, я его тогда купила. И в итоге мне уже он давно очень не нравился, уже. Вот, но я хотела снимать для вас, но в итоге я решила, что лучше поменять их скин. И я пока буду одевать вот такой вот скин, может, что-то типа такого. Вот, вообще, я коплю на скин, но я пока буду сниматься в таком, пока я с ним накоплю на скин, который я хочу. Так вот, вчера вышло обновление в Adobe Mi. Точнее, не одно обновление, а целых два. Поэтому, пожалуйста, перед началом видеоролика обязательно подпишитесь, поставьте лайк. И не забудьте про колокольчик, чтобы не пропустить новое уведомление о моём новом видео. Ну, а я начинаю, погнали. В общем, как многие уже знают, то, что в Adobe Mi вы обратно вернулись, вот это вот обновление с лавой, которым есть магмовые питомцы. Помните, когда где-то в сентябре, либо в начале октября было вот это вот обновление, оно тоже пропало и закрылось. Многие уже думали, что это обновление уже не вернётся, и оно так и будет стоять. Но в итоге разработчики про него не забыли и обновили его. Теперь там есть новые питомцы и новая приманка. Ну, а пока поговорим про второе обновление, которое тоже вчера вышло. Это у нас должна быть какая-то жабка или лягуха. Но она, кстати, намного больше по сравнению с той, которая у нас была когда-то, которым выпадала, по-моему, с японского яйца. Она очень большая. Итак, ребята, идёмте. Вот мне вопрос, почему? Вот сегодня 1 марта, а почему-то в Adobe Mi вот иногда зима. А иногда у вас идёт. Не знаю, почему так. Ну, ладно. Итак, вот у нас и это обновление, насколько я знаю, наверное, выпустили в честь Высокосного года. И у нас здесь вот такая вот лягушка. Согласитесь, она намного больше, чем все остальные, которые у нас были в Adobe Mi. Она у нас стоит 1500 баксов, так что давайте её купим. Итак, ребята, всё, я её купила. Боже мой. Она такая прикольная. Давайте сравним. Вот это вот у нас, вот эта вот лягушка бык, которая, по-моему, из японского яйца выпадала. А вот это вот у нас, вот эта вот украшенная рогатая лягушка. То есть она намного больше. Мне кажется, она намного прикольнее. То есть она так прикольно сделана вообще. Конечно, на 1500 баксов много для такой лягушки. То есть, чтобы сделать нёмку, нужно ровно 6000 баксов. То есть, ну, не у многих есть такие баксов столько, вот. И это очень обидно. Было бы прикольно, вот если бы они сделали там, я не знаю, хотя бы там по 500. Тогда бы у нас вышло бы намного экономнее сделать нёмку. Но, тем не менее, что есть, то есть. Теперь переходим к ещё одному обновлению, как я обещала, с вот этим вот магмой. Я не знаю, как правильно называется это обновление. Вот. Ну, я буду называть это, наверное, магмовое обновление. Итак, я уже прилетела в вот этот какой-то домик прикольный. Короче, заходи в него. Так, это у нас вот как всё обычно. Мне как-то нравится, что... Конечно, это уже давно сделали, но мне нравится вот это то, что... Мне кажется, это намного лучше, чем было раньше. Так, идёмте, ребята. И так, вот наш портал, заходим в него. Так, всё, мы зашли. Так, вот у нас тут встречает Тим. И теперь нам нужно пособирать вот эти вот штучки. Ребята, я сейчас буду собирать их в ускоренной съёмке. Итак, боже мой, ко мне кто-то телепортировался. В общем, ребята, я уже пособирала, и поэтому идёмте поставим их, чтобы превратить это в какой-то шашлык. Ну, реально, мне кажется, ребята, это шашлык, поэтому я его всегда буду называть шашлыком. Мне кажется, что это даже прикольнее, чем вот эти вот дыньи какие-то, да, вот, ну, намного прикольней. И мне кажется, что пэты тоже стали намного прикольнее. То есть, мне нравится вот эта вот лиса. Кстати, какая-то девочка, вот я не знаю, может быть, она хотела мне, конечно, скануть. Ну, короче, я такая играю себе спокойно, и девочка ко мне подходит. Она, кстати, с випкой. И она, короче, такая подходит ко мне, кидаёт рейд. Я такая, окей, я думала, что она хочет мне дать за моего раид какого-то динозавра. Я уже не помню, как он называется. Я просто с ним играла, ну, я так и подумала. Она такая, у тебя есть вот эта вот лиса, которую я вам показывала только что? Я говорю, что нет, но я думаю, что она скоро у меня появится. И она, типа, мне предлагала, типа, за вот тут лису флорайт грифона. Типа, не золотого, а обычного. И потом она решила предложить мне флай золотого грифона. Я так и не поняла, что он хочет мне предложить. Но, тем не менее, она мне кинула заявку в друзья, и я её приняла. Ну, а вдруг она хочет реально даст? Ну, мне кажется, что она хочет меня скануть. А теперь, ребята, давайте-ка посмотрим, как же выглядят наши вот эти новые питомчики в неонке. Давайте-ка начнём с вот этой лягушки. Вау, ребят, посмотрите, как она красиво выглядит. Мне кажется, что ей бы больше подошёл вот такой вот какой-то цвет, чем какой-то вот такой вот красный. Вот, но всё равно она выглядит очень прикольно. Теперь давайте посмотрим на горящего кролика. Ребят, в неонке, я поняла, типа, смотрите, когда он, типа, горящий, то он же красный такой. А вот в неонке он как будто, мне кажется, как будто замороженный какой-то, или типа такого. Вот, мне очень нравится. Он так прикольно выглядит. Ну, в мяге, как мы знаем, вот такой вот он прикольненький. Вообще, вау. Просто я хочу теперь этого кролика. Так, теперь смотрим на плащую лису. Она также у нас какая-то голубая. Ну, не знаю, мне в неонке она не очень нравится. Только что хвост и лапы. Вот, вот кролик был покрасивее. В неонке также она светится. Так, теперь смотрим на вот этого носорога. Ну, тут так же самое. Наверное, разработчики все-таки решили их сделать такими. Но носорог уже, мне кажется, тоже прикольный. Так, давайте посмотрим. И у нас остался такой вот орел. А, нет, точнее, это ястреб. Вау, он тоже очень красивый, ребята. Вот прям очень красивый. Вот, я очень хочу теперь себе неонового орла. Боже, какого орла? Оркеастреб, бое-мое, блин. Вообще, ну, посмотрите, как он красивый выглядит. Мне очень нравятся эти питомцы. Не знаю зачем, но я решила сделать концовку в виде эдита с Митсури. Да. Я вообще хотела его выложить, вот. Но Ютуб мне не дает. Точнее, он как бы дает, но, короче, когда я его хочу выложить, то он становится заслуженным. Короче, там, чтобы нормально его было видно, нужно в Капкуте вот так вот делать отдаленность. Вот такую вот, короче. Ну, я сейчас вам показала на примере картинки, чтобы оно выглядело нормально. А я вообще забывала это делать. Вот. И в итоге, как бы, да. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.